Облава на уличных торговцев регулярно с наступлением лета специалисты мэрии выходят в рейды с целью пресечь незаконную продажу товаров на проспектах и остановках. И тут уже не важно, что продают начинающие предприниматели продукты, химикаты или книги. Нельзя, значит нельзя. Осуществление торговли в неустановленном месте без получения соответствующего разрешения и установки некапитальных объектов в неположенных, неустановленных для этого местах. Соответственно, если объект достаточно крупный, то можно рассматривать как этот вид нарушения. Штрафы в среднем около 4 тысяч рублей получаются, там от 1500 до 4. Мы составляем протокол об административном правонарушении, который в дальнейшем рассматривается административной комиссией города Иваново. Сотрудники мэрии предупреждают горожан, покупать товары уличных продавцов может быть опасно для здоровья. Никаких сертификатов на продукцию у них, как правило, нет. А что, нельзя продавать? Разрушений у вас нет, да, никаких на продукцию, на продажу? Нет, ну они дома у меня все. Ну а как вы стоите? А я так вот, я с кем участвую? Нет, конечно же. Мэрии тоже от такой торговли одни минусы. Вокруг точек образуются стихийные свалки, которые убирать приходится специалистам МУПа. В случае каких-то некачественного товара, то он просто не может защитить свои права в суде. То есть на следующий день он приходит там, где ему продали то, что качество плохого, он не находит ни продавца, который ему это продал, ни медь чека. То есть не может никак защититься. Правда, штрафовать таких торговцев можно только при наличии у них документа удостоверяющего личность. В обратном случае их можно только прогнать. А продавцы не спешат предъявлять паспорта. Чтобы слова чиновников имели больший вес, на такие рейды в ближайшее время будут звать сотрудников полиции. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.